Ловец снов – один из самых популярных символов в эзотерической культуре, который имеет древний сакральный смысл. Считается, что если повесить такой талисман над своей кроватью, то сны будут сниться только хорошие. Ксения Марьетта о таких амулетах знает многое. Их изготовлением она занимается уже полгода. Для ловцов девушка использует разные материалы – ивовые ветви, бусины из дерева, натуральные камни и перья. Обязательно нужно делать все ловцы снов спокойно. То есть не напрягаясь, чтобы никакие проблемы не беспокоили, все какие-то плохие мысли нужно отодвинуть и сесть и делать. А в принципе это такая работа, которая как раз таки отодвигает эти все мысли. То есть ты полностью сосредотачиваешься, берешь, например, крючок и этим крючком вяжешь. Каждый ловец снов уникален. Делают его под индивидуальные особенности каждого человека. При желании можно менять форму, цвет, размер, стиль ловца и плетение. Одним словом, создание талисмана – это полет фантазии как заказчика, так и мастера. Занимаясь этим увлекательным хобби, Ксения убедилась в том, что люди часто заказывают ловца снов, чтобы порадовать своих близких. Недавно как раз девочка писала, она заказывала для своей сестренки маленькой ловец снов. Такой еще милый, розовый, я прям помню. И в конце концов девочки правда перестали сниться кошмары. Кто-то ссылается на то, что действительно ловцы снов помогают, они действительно оберег, амулет. А кто-то просто вкладывает в это что-то, некий смысл. То есть это настолько, наверное, я говорю, что это настолько индивидуальная вещь. Поэтому создавать или выбирать ловца снов необходимо интуитивно. Если вам не нравятся какие-то элементы или камни в талисмане, то приобретать его не стоит. Продолжение следует...